Добро пожаловать в Нижний Навгород! Сотый этаж? Не дублирует на написку. Атмосфера дорогого отеля в коридоре. Так, заходим в наш отель, встречаем зеркало. А вот и Минин с пожарским. Водичка, кофеечек, работа. Ну, я скажу, комнатка как у троечки. Вам не кажется? Ну ладно, так здесь все чистое и новое. Руслан нашел себе место. Все, и тут работать можно. Ночью даже можно работать. Блин, не надо ночью работать. Все приезжают в Хилтон, чтобы поработать, правда? Так, каждый нашел себе место. Я буду стоять, в поле належать, Руслан сидеть. Самое интересное, как всегда, вид из окна. Какая-то обычная московская. Московский вид из окна. Ой, ничего, башни, смотри. Это жуховская. Хилтон заботится о своих гостях и специально сделает такую защелку, что невозможно сильно открыть окно. А я вот, например, хотела посмотреть, что там внизу. Потому что там фитнес-центр, который как-то относится к этому отелю. И футбольное поле, что ли, что это. Сейчас я вас туда отправлю и узнаю. Держитесь. Вот так мы и узнали, что там футбольное поле. А без аппарата уж никак не узнать. Что мы тут видим? Душек. Косметические принадлежности. Очень красивые. Душ такой ультрасовременный. Не закрывается больше. То есть так удобно сделано, что вроде бы как здесь не будет выливаться вода. Хотя дверка полностью не закрывается. Такая крутая раковина, полотенчики, салфеточки. Кстати, это очень круто. Нужно вытираться салфеточками. Здесь у нас лосьон для тела и мыла. Здесь целый шкафчик, обувная салфетка, лопаточка, мешок, тапочки. Тут все понятно. Очень даже прилично. Зеркало большое, еще классная подсветочка. Итак, момент облегчения. Ну, как тебе в этом отеле? Нормально. Я тапки заберу с собой. Они такие маленькие. Не помещаешься? А мне как раз. А мне как раз маленькие. Лакшери жизни в Хилтон-отеле. Ребят, мы так вымотались за этот день. Сейчас единственное желание просто. Сейчас продемонстрируем, как работает наша карточка. Вам нужно поднести карточку. Руслан, покажи, пожалуйста, как ты это делаешь. Подносим карточку. Ждем час. Подносим другую карточку. Ждем два часа и уходим. Лифт полузакрыт или полуоткрыт. Ничего, подождем другой. А что, вот этот не работает. Этот работает. А этот лифт ведет на парковку. Соответственно, остается один лифт и очень много этажей. А что мы заметили, что город страдает по чемпионату. Не может поверить, что он закончился. Мы, конечно, приехали в Хилтон. Думали, у нас будет лакшери жизнь. А если так посмотреть, наш отель-то не совсем Хилтон, а какой-то один из Хилтонов. Такое себе. Мы когда пришли первый раз, здесь был диванчик. Как вы помните, сейчас пришли уже ночи. И сейчас тут диванчик застелили. Чтобы мы в Хилтоне сами не стелили постельку. Это очень удобный сервис. Кстати, от чашек как было две, так и осталось. Только полотенчика новенькие поднесли. И тапочки. Куда мы идем? Сюда. Ого. Переговорная комнатка, да? Может быть, можем в дальнюю переговорную комнату. Мы пришли на завтрак. Ехали в лифте с девятью человеком, потому что работает только один лифт, как вы помните. Вот тут такой зал. Зарядка на весь день. Нам это то, что нужно. Держи с витамины. Кофе. Пройкольный автомат такой. Суки. Невкусняшки. Я сначала хотел здесь посидеть. Что-то ребятам приоряд ли вам показал, что там неудобно. Мы пересели сюда, и здесь им, конечно, стало очень недавно. Я буду стоять в положении. Может, конечно, вот так вот включить? Ну да, можно стоить. А так больше влезет мне. Зато на завтрак тут, конечно, такой выбор, что так сложно было придумать, что взять. Это, кстати, моя партия. Специально так сделано, и это максимально полезный пульс для того, чтобы поедить. Вот так вот. Чтобы видеть, что есть. Ну да, вот так ты наклонился, пресс напряжен. Больше, чем нужно, не съел. Ну ладно. Этот чувак очень приветственно стоит, чтобы мы с ним целовались. Мы тут нашли дискотеку. На весело. Сейчас будет дискотека в лифте. Я представляю Руслан, дискотека в лифте. Руслан и дискотека в лифте. Руслан, дискотека. Руслан. Порше.